Сегодня, наконец, вынесла мусор, а соседи уже успели обрадоваться, что я переезжаю. По факту пропажи моего мужа было возбуждено сразу три соседа. Люблю своего соседа за недалекость. Мы с ним на одной площадке живем. Как же изменились времена. Вчера зашел к своей молоденькой симпатичной соседке за солью. Но она мне и дала соль. Купил квартиру в новостройке. Звукоизоляция такая, что слышу, как сосед по телефону разговаривает. Везет же тебе. Я слышу, что ему в трубку отвечают. Ой, как вы меня напугали. На себя посмотрите. Когда Маша напилась, Сергей понял, что пора воспользоваться ее беспомощностью. Он взял ее телефон и пролайкал свой инстаграм. Мой муж стреляет в комаров лаком для волос. Мегафиксация. Десять из десяти. Комарики на лету застывают и падают. Мушек собирает, расставляет на столе уже две армии. Ну, вы поняли. Войнушку играет. Топ-менеджер сорок лет. Почувствовала себя такой крутой, когда написала в списке дел. Купить землю. Для цветов, конечно. Но звучит хорошо. Привела сына в садик. В раздевалке подходит ко мне девочка и заявляет. А ваш Костя мой жених. И у нас скоро свадьба. Я начинаю потихоньку отходить от такой сногсшибательной новости, что скоро стану свекровью. Но тут следует новый удар. А жить мы будем у вас. Ну, такого подвоха я вообще не ожидала. И решила своей будущей невестке подыграть. Спрашиваю ее. А мама твоя не против? И тут шестилетняя барышня мне выдала на полном серьезе. Нет. Вы знаете, как тяжело сейчас найти мужчину с квартирой и с престарелыми родителями. Нарколог. Вот смотрите. Вы просыпаетесь ночью. Жуткое похмелье. На табуретке стоит стакан с водкой. Вы пытаетесь его взять, но он приклеен. Так пошутили друзья. Мужик. Ваши? Нарколог. Нет, ваши. Мужик. Мои не могут. Мои знают, что такое похмелье. Продолжение следует... Продолжение следует...